Приветствую всех на своём канале. Сегодня решила посадить травку для своих питомцев. Перед этим посмотрела видео с дружественного канала «Безумный рукодел». Очень приятный человек ведёт, рассказывает о своём личном опыте. И причём этот личный опыт лично им проверенный, и даже в некоторой степени проверяет он не один день и не один месяц. Он сначала делает, смотрит результат, а потом уже только выкладывает. И вот я у него на канале посмотрела, как он сажал травку. Там у него много способов. Каждый может сходить, посмотреть, выбрать, что ему больше понравится. Ссылочку оставлю в описании. Ну, вам, по-моему, не надо говорить о пользе травки для наших полосатых, хвостатых, с шерстью, без шерсти питомцев. То есть тут и витамины, и шерсть, и защита от поедания цветов. Подходит, по-моему, всем, кроме людей. И обещают нам целый месяц. Читаем состав. Семь видов трав. И тут много-много всего полезного. Ну, входит пшеница, ячмень, овёс, рожь, сога, сорга, простите, вика и проса. Рекомендуют и опилки в качестве субстрата, и торф, и просто грунт садовый. Ну, у меня здесь как раз смесь. Тут намешано у меня всё. И садовая земля, и немного перегноя из магазина, и песок. И по совету этого же рукодела я беру марлю. Обычную марлю, обычную, которая продаётся в обычной аптеке. Только в несколько слоёв её сложу. Туда засыплю вот это. Конечно, грунт ещё сюда надо включить. Субстрат. Умное слово. И тогда уже потом завернуть и полить. Давайте пока откроем, посмотрим, что же здесь. Вот вам содержимое. Много довольно этих семян. Я все их высыпать не буду. Резиночками я перетянула для того, чтобы, когда моя трава попрёт, ну, не моя, а кошачья, то они же будут её выгрызать, тянуть, чтобы вот это вот, чтобы содержимое вот этого моего мешочка марлевого с землёй и со всходами не вытаскивали они из этого поддончика. Кстати, вот очень удобно то, что вот поддончик. Видите, это от... От чего? Этот поддончик от полуфабрикатов мясных. И здесь вот прорези, как будто специально сделанные для резиночек. Всё. Поливаем, запускаем процесс и засекаем. Здесь написано, на 8-12 день травка готова. И первые два дня рекомендуют держать под крышкой. Так и сделаем. А вот это спустя некоторое время. Видите, сажала третьего. Сегодня девятое. Ну, в принципе, 6 дней. Надо было снять и пораньше, что происходило. Но, знаете, поставила на подоконник. Единственное, что поставила в пакете, поэтому на глаза особо не попадалось. Не высыхало ничего в пакете. Вся влага там была в земле. И промежуточного этапа никакого не получилось. Вот. Вот. За 6 дней. Приличная такая щёточка уже выросла. Вот здесь поменьше, но подтянется. И через марлю ростки проходят прекрасно. Осталось проверить на кошках. И вот он результат. Здесь уже накосила, серпом нажала и продолжает. Ой, как же вам снять-то показать? Ну, в общем, вы понимаете, что дело здесь идёт. То есть сажала-то я это всё не зря. Чё-то, конечно, мимо рта. Ну, что-то прямо и впрок. Результат есть. Эксперимент удался. Вот там. Вот так вам видно корни. Корни прекрасные. Вот вода даже вытекает у меня. Сейчас надо будет вытереть. Всё. Эта зверушка кушает. Получает витамины, необходимую зелень. За окном-то у нас ещё зима. У нас ещё снег за окном. Все довольны. Все рады. Всего вам доброго. Спасибо вам за поддержку, за просмотр, за лайки. До следующей встречи. С вами была Марина. И Санса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова